Сегодня вот такая дрелька прислали, не помню откуда-то, откуда-то, издалека, из России откуда-то. Тут один пиздун-теоретик пишет, сегодня мне прочитал, что это вроде хлам, мотать не надо, надо выбрасывать. Я 7 лет мотал моторы в Канаде, там, блядь, нихуя не выбрасывают. Сам мотал мотор электрической от стиралки середины 30-х годов прошлого века. Был у них момент, когда они вообще ничего не мотали, когда китайцы только начали подниматься, и когда китайцы, блядь, за пару долларов могли всей деревней работать целую неделю, и с Китая слали моторы почти бесплатно. Проще было новые взять. Когда китайцы сообразили, что они работают не хуже, чем америкосы, они стали брать 10-20 долларов за ту же работу, чуть-чуть дороже, так сразу в Канадах и в Америках пришли к выводу, что, блядь, опять придётся самим мотать, блядь. Вот. Там ничего не выбрасывают. И эту дрельку, если её перемотать как следует, ей цены не будет. Она тихоходная, шканты колотить. Вот это для тупых, это значит, что тут две оси промежуточных. Она тихоходная. Шканты где-то миллиметров 30-40, а то и больше можно и в дереве сверлить, и в железе. И это неубиваемая будет дрелька. По моему опыту, далеко не первый раз я мотаю подобные вещи. По моему опыту, два здоровенных мужика после моей перемотки вот эту дрельку удержать не могут. Если она там на что-то налетела, на сучок на хороший, то их обоих крутит. Пока не намотает шнур на этих мужиков и не вытащит вилку из розетки. Или не порвёт шнур. Так что, теоретик, засунь себе язык в жопу свою. Или в соседку. Снимаем щётки. Ставил тут галочку, тут галочку. Хоть их наверняка 10 раз бы вынимали, но... Чтоб поставить точно так же. Потом поставлю с той стороны крестик. Откручивать сейчас будем винты. Категорически нужно смотреть, там гравера лежат под головками. Шайбы. Чтобы эти шайбы не упали и не остались потом в редукторе. То есть, внизу шестерёны калёный гровер попадёт, кончит шестерёны. Лучше поставить риску, чтоб потом не заморачиваться. Ну что, короткого тут не видать. На удивление. Тут тоже. Заляпано, конечно. И вот тут обрыв. Тут видно, что обрыв. Короткого нет. Эта штука не показывает обрыв. А вот тут он есть. Всё-таки мотать видимо. Делали раньше. Рубанки такие. Точно такие. Я к тому, что мне снимать схему лень. Только могу обратить ваше внимание. Что вот если посмотреть... Прежде всего нужно посмотреть, в какую сторону он вращается. Рабочее у него вращение. Вот такое. Почему? Потому что тут две промежуточных оси. И чтоб сверло крутилось вот так. Нужно, чтобы якорь этот крутился вот так. Кому? Интересно. Теоретикам, блядь. Прости, господи. Пусть разбираются. У меня нет времени, блядь, и схему показывать. Тысячу раньше, но не тысячу много раз показывалось. Как снимать схему? Тут распутывать надо аккуратно. Уж совсем кому впадло в лень, блядь. Но если начинаете, то нужно сидеть, блядь. Это, блядь, основная процедура снятия схемы. Нужно сидеть, блядь, это всё поднимать аккуратно. Распутывать тут. Специально запутывали, чтобы, блядь, вы не могли схему снять. Распутывать. И схема у вас должна получиться вот такая. Вот это вот сдвиг сюда. Это означает, что реакция якоря. Вот стрелка показана. В эту сторону крутится фуганки. Там тоже разные были варианты с шестерёнками передачи на барабан. С ножами. Была ремённая передача. Ну и, короче говоря, в эту сторону крутится. И до этого уже мотал я эти все штуки. Пазов тут 11. Ламелей 33. Для дрели вот написано. Провод 0,33 по 18. А 0,35 можно мотать. 0,4, однако, сюда уже не влезет. 0,35 можно мотать. В крайнем случае, если нужно, вот я говорю, знать чётко, в какую сторону он будет крутиться. И если реверса не будет. Если нужно, чтобы было с реверсом, то нужно для равноценного реверса. Нужно сдвигать сюда больше. Вот эту красную нужно вообще вот сюда вот сдвинуть. И всё сюда должно идти. Но тогда будет работать и в ту, и в другую сторону, но не на 100% мощности. Почему делают сейчас коррекцию щёток с переключением, с коррекцией щёток, чтобы учитывать реакцию якоря. Но так как дрель чисто для шкантовки, а не для скручивания спидометра в жигулях, как раньше было, то нужно... Её потом можно будет в реверсе включить, если носочок налетели, и нужно будет обратно. Её можно будет, её кратковременно. Но это будет для неё тяжёлый режим. А вот так вот, это намотано для того, чтобы в основную сторону. Так вот, вся суть в том, с крестом тут. Тут без креста. Вот красный на вторую ламель пришёл, и это же красный на третью ламель. Это вот начало, это конец. Начало, конец. Начало, конец. Если не смогли снять, то хотя бы реакцию нужно сделать в эту сторону. Реакцию. Сдвиг. Вот этот вот. Реакцию якорь. Если будет крутиться, если вы перепутали, красную поставили сюда, начало, а конец сюда, и все остальные так же, то у вас будет крутиться в другую сторону. Но потом на щётках просто провода перебросили, и он будет крутиться в нужную вам сторону. Главное, реакция якоря. Сделать в эту сторону. Я снимать не буду сейчас. Я в своих записях уверен. Не раз. Я помню, вот я это вот недавно делал. А, вот написано. Влезает 0,4 по 18. Значит, я буду мотать 0,4. Значит, точно её вдвоём здоровых мужиков не смогут держать. Значит, снимаю. Ещё. Тищу. Эти коллектора очень плохие. Потому что что, что. А это самое слабое у них место. Значит, я поищу, найду похожие 33 ламели сюда. Якорёк другой. Тут нету между ламелями слюды. Тут, когда начинаешь затыкивать контакт, провод на ламель. Они соединяются через раз, эти соседние ламели. Потом чистить лишняя маята. Я лучше найду другой якорь. Коллектор другой, вернее. На 30 ламелей. Не забываем про текшн, про защиту. Зажали в токарный станок. Сейчас здесь всё срезали. Собираем вот такую конструкцию. И сюда ковалдометр. Должна пойти, но нужно держать. Сняли. Теперь потянем. Тянем коллектор. Всё в кучу. Вообще говоря, конечно, съёмником упираться в центр. Это варварство. В путних цивилизованных странах у них для этого есть всякие разные подложки. Вот эта вот шаёпка толстая, это балансировка. Они её балансировали так. Тут вот тоже, видите, так балансировали. Вот нашёл якорёк от старого советского пылесоса. Может, даже и живой. Но мне нужен только отсюда коллектор. 33 ламеля. И между ламелями прорезано хорошо. Диаметр только не попадает. Но это... Это мы сейчас сообразим. В общем, надо его снять прежде всего. Тут меди. Но выбрасывать я не по-любому не буду. Тут меди. Если это всё потом в костёр бросить. Может так статься, что... Тут меди на несколько булок хлеба. При нынешних властях, блядь. А медь, она как золото. Золотой запас или как... Золото нельзя продавать частным лицам при этой ёбаной власти. А медь можно. Так что мы эту медь приберегём? Я медь не сдаю. Это моя хорошая пенсия. Так, свёрлышка у меня 12 нет. Растач. Пора попробуем расточить. Давно не расточить. Так, свёрлышка у меня 12 нет. Растач. Пора попробуем расточить. Давно не расточить. Забыл надо проверить, прочекить. Между ламелями изоляцию. Вроде живое всё. Нужно пропиливать пазы. Пропиливаем пазы. Вот эта вот хрень на оси. Тут тоже это нахер не надо. Надо убирать. Чтоб ближе к центру было. Меньше будет потом задроты с балансировкой. Нахера это надо. Это убрали. Теперь чистим пазы. Стучим. Вылезает. Пазы нужно чистить идеально. Если хотите, чтобы вылезло. Начинаем мотать. Вот. Начало короткое. В паз. И это я называю. Мотать на себе. 18 витков положил. Отвод. Ещё 18. И потом треть секции в самом конце будут лежать. Покажу ещё. Вот намотали. Теперь нужно вот тут вот притопить деревяшечками. Теперь будем мотать вот отсюда. Это мы самое последнее вот сейчас это уложили. Теперь отсюда раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вот сюда. Тут нужно потоптаться. Тут тоже текстолитом. Третью секцию уже нужно мотать с двумя отводами. Короткая также. Короткий отвод первый. И длинный отвод второй. А потом без отвода длинная. Каждый просим. Вот это вот намотано с двумя отводами уже. Вот это вот. Здесь я притоптал деревяшками с обоих концов. Сюда залез текстолитом, примел, чтобы легче ложилось. Следующая часть секции. И теперь опять один, шесть. Теперь сюда. Вот тут в этом пазу шесть раз по восемнадцать. Вроде как выступает. Но я сейчас текстолитом примну. И будет нормально. Потому что уже проверено. Уже мотано не раз. По этой схеме и с этими данными, и с этими диаметрами. Ну вот. Дело к концу. Вот это вот сейчас мы последние намотали. Я сейчас последние намотал. Примял, тут примял. Теперь с шагом один, шесть. Тут уже у нас самое первое было начало. С одним отводом. Сюда нужно. Тут тоже нужно примять. Тут тоже примять. И сюда сейчас будем с тремя отводами намотаем. С двумя отводами. С двумя. Теперь у нас осталось. Самые, которые начало были. Две части секции с одним отводом. Вот он. Один отвод. А нам везде надо два отвода. Значит, вот с этого последнего, что намотали, должно быть опять. Раз, два, три, четыре, пять. Вот шестая. Шаг шесть. Сюда. Значит, вот сюда надо 18 витков ещё положить. Вот намотали. Вот 18 виточков намотали. Вот сюда. Но у нас же там было две таких куцых секции. Вот она. С одним отводом ещё одна. Значит, нужно тут опять всё примять. И сюда ещё 18 положить виточков. Вот теперь всё. Ну и у кого опыта мало, по первости, пройдитесь, посмотрите. Из каждого паза должно быть вывод с двумя отводами. Или как вот это, вот один отвод и одна секция. Одна треть секции. Нужно притопить виточки в пазу, чтобы гарантированно не уступала. Сейчас отрезать начнём. Спасибо Бог. Отрезаем. Отрезаем. Закрываем. Сейчас. Сначала с этой стороны. Потом с этой. Закрыли. Теперь нужно клинышки деревянные. Закрыть. Вот так лучше. Сначала тут фасочки снимаем. Вот так закрываем. Закрыли. Сейчас будем ставить коллектор. Вот лопнуло. Лопнул коллектор. Менять надо. Вот ещё один похож. Ну вот распутали. Первую, считай, попавшуюся. Вот эта вот короткая. Вот она короткая. Из этого паза. Вот отвод первый. Короткий вывод. Вот он пошёл. Раз, два, три. На третий сюда. Теперь этот подлиннее, который пойдёт на четвёртую. Этот длинный. Распутаем этот. Соединим вместе с короткой. И положили, обвязали. Сейчас подрежем. Проверяем на коротыш. Мы проверим. Емом метром на наличие цепи. Проверим тоже всё нормально. Так, это другой якорь. Вот он. И тут. Вот этот измеритель КЗ. Вот на этом пазу показывал коротыш. Всё прочистил. Всё проверил перед этим. Вот схема. Что оказалось, чтобы долго не мусолить. Перепутал я. Спешил. Хотел его сегодня доделать. Вот этот вот конец с этим концом перепутал. Вот этот вот конец. Отправил сюда. А этот отправил сюда. Ну и в одном только месте. Вот в этом. Вот это я сейчас их поднял. Поставил, как должно быть. Коротыш исчез. Это значит, что этот прибор ловит и перепутай. Перед пропиткой греем. Пропитываем. Потом ту сторону. Держать нужно в вертикальном положении. Потом с балансировкой будет меньше проблем. Так смола задубеет, нужно будет подогреть опять. Почистили. Теперь вот эту вот балансировку надо с противоположной стороны компенсировать. Насверлить. Хотя бы на глазу. У нас сверлили. Сейчас ставить будем. Сюда. Поставили. Теперь подшипываем. Собрали. Теперь протачивать. Проверяем на коротыш между ламелями и наличие цепи Омметром. Так, начинаем балансировать. Собрали. Сейчас включим левую дачу. Вот как же там. Левую дачу. Переключаем на этот. Правда. Одинаково. Деремные есть. Надо их устранять. Хотя частота одеремная. Вращение. Это что-то тысяча три с половиной. Три тысячи точно. Но. Начнем отсюда. Клеим магниты. Чтобы уменьшать. Подбираем. Грузил. Грузил. Это называется больше. Пошли на противоположные. Это называется меньше. Это чуть ли не идеально называется. Перебросим сюда. Тут все равно болтается. Теперь тут нужно посмотреть. Где будет еще меньше. Это увеличивается. Значит, не в ту сторону поехали. Меньше. Это все-таки побольше. Вернулись. Вот. Прибавим тут. Грузил. И по-моему, меньше. Вот с этой стороны чуть. Начинаем тут так же. Это больше. В другую сторону. Ну, поменьше. Вот посмотрим, что будет слева. С левой. Вот справа. Слетело. Ну, идеальных конструкций не бывает. Так, вот этот вот есть. Сейчас дерем и будем поглядеть. Это уже. Вот этого уже хватает. Вот. На наждаке отрезным камнем выбрал. Вот и вот. Вот и вот. С противоположных отталков. Вот левая. Правая. Переключаю налево. И там, и там нормально все. Слетит сейчас, боюсь. Это вот. Включаю. 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 Щетки закаканы. Я щас на ходу шкурочкой почищу. Вот так нормально, искренне нормально даже. Вот почищу, почистил, все нормально. Ток хороший.